Лисопесня на простое, не скучай, не плачь жена, штурмовать далёко море, посылает нас слава. Есть такая фраза, что если ты будешь знать, что хочет сделать враг, понимать его логику и будешь делать наоборот, то тогда это будет наиболее лучший способ, чтобы этого врага нейтрализовать. Сегодня у нас тема такая, большинство не ошибается, вопросительный знак, и пояснение этой темы, как перепрошить человечество на плохое или хорошее. Вот давай об этом и поговорим. Тема очень хорошая. И каким образом перепрограммируют кого-то? Только давай это объясним коротко, потому что многие, наверное, уже об этом вопросе слышали что-то. Этот механизм универсальный, он действует как в сторону, когда нужно людей опустить во всё самое плохое и в то же самое можно поднять до самых высот, то есть нравственных, культурных, всего лучшего. Схема такая. То есть если в данном случае я буду показывать примеры то, что происходит в жизни, чтобы вы это видели. Возьмём, например, такое дело. Мы фармацистическая компания, которая будет продавать в большом количестве лекарства от всяких простуд, заболеваний, связанных с переохлаждением. Но сейчас почему-то народ на этой планете он здоровый и у нас эти средства покупают очень мало. Можно сделать очень грамотно. Вроде бы мы будем как бы ни при чём, но мы озолотимся. Схема простая. Мы берём бездаря. В данном случае нас интересует бездарь, который модельер, ну то есть тот человек, который рисует, как будет выглядеть одежда та или иная. Теперь мы должны понять основную функцию одежды. Это защита нас от неблагоприятных условий среды. Поэтому нам нужно взять бездаря, который шьёт одежду либо получается кругом дырки, либо он так это всё шьёт, что у него рукава получается по локте, а это на рубашках, например, или платьях, а штаны у него получаются по колено. И конечно мы понимаем, что если люди, обычные нормальные люди, сразу им такое вот это показать, что давайте ходите теперь вот в этом чудо-юдо-модном прикиде и всё у вас будет хорошо, напрямую это не работает. И надо делать постепенно. Взять после этого вот этого бездаря, поместить его в наш же журнал, который мы проплачиваем, держим. И в этом журнале показать, что вот смотрите, какой удивительный человек, который по нашему мнению лучший изобретатель в мире одежды. Потом этого человека показать на опять же наших же телевизионных каналах, которые с одной рукой мы платим этому, второй платим каналам, третий газетам. В итоге выходит это всё массово в газетах, на телевидении, в интернете, в соседних же изданиях, которые также поддерживаем мы своего кошелька, понимая, что мы получим значительно большую прибыль. И там это всё выходит, люди начинают это обсуждать. Дальше происходит, посмотрите, нашу передачу, мы там обсуждали окна Вертона, как происходит вот это всё. Через какое-то время, чем больше люди это обсуждают, то как ни странно, больше это становится. Если вкратко, то где наше внимание, там вот это всё увеличивается. Неважно мы о хорошем думаем или о плохом, этого становится больше. И через какое-то время мы с удивлением обнаружим, что в магазинах уже нет нормальной одежды, а есть только вот такая. И потихоньку, полегоньку там ещё каких-нибудь проплаченных звёзд одеть вот в эти удивительные вещи. И молодёжь, которая смотрит на мир, как и записывает в себя, как в чистый белый лист вот всё, что происходит. Через какое-то время эта молодёжь будет думать, что оказывается одежда должна быть такая. Но от того, что я вот чаще стал простывать и болеть, это на самом деле вот просто мой организм плохой. А не потому, что мне навязали ерунду, и теперь я эту ерунду ношу, и она меня разрушает. Это про одежду. На самом деле по этой схеме можно отработать разные варианты, в том числе и с песнями, потому что на самом деле песни это такие мини-программы о том, как мы должны жить. Если мы посмотрим песни советского периода, то там были песни на то, что мы друг другу друзья, давайте объединяться, давайте вместе создавать хорошее, друг друга поддерживать. И вместе вот от этой поддержки, как говорил Никулин, если каждый из нас сделает в своей жизни хотя бы счастливым хотя бы одного человека, то весь мир будет состоять из счастливых людей. И поэтому, когда мы слушаем такие песни, и после этого, через какое-то время мы начинаем так жить, если сделать наоборот, то, соответственно, мир после этого летит под откос, и люди не понимают, почему они в состоянии какого-то возбуждения поступают по песне, в которой было, перед этим они это слушали, и там написано, что возьми что-то плохое и ударь этим плохим кого-то другого. То есть вот, как бы краткий механизм одинаковый. То есть можно, и не важно плохое или хорошее, если это доносится через средства массовой информации, которые способны охватить максимальную аудиторию, то через какое-то время, вот то, что через них доносится, так эта аудитория и будет поступать. Поэтому, как бы, задумайтесь, люди, и посмотрите вокруг, все ли средства массовой информации именно делают так, чтобы вы стали жить лучше, у вас улучшилось здоровье, у вас улучшился достаток, или таких средств массовой информации пока не так много. И, возможно, тогда вам нужно поддерживать именно те средства информации, которые приносят вам пользу, а не вред. Ну вот, вкратце так. Да, в общем-то, все верно сказал, здесь даже дополнить особо нечего. Я думаю, что на сегодняшний момент пришло время каждому осознать, вы что поддерживаете, из того и получаете. Поэтому, как ты правильно сказал, если вам необходимо жить, значит, надо поддерживать то, что вам и вашим близким, вашим детям, вашим внукам, вашему роду дает возможность жить, становиться сильнее и крепче. Если вы об этом не задумываетесь, значит, об этом задумывается кто-то за вас. А раз кто-то за вас задумывается, значит, он и делает так, чтобы ему было хорошо. Вот это необходимо понять. Устраняясь или отстраняясь от жизни и доверяя какому-то средству массовой информации, какому-то политику, которую, в общем-то, вы толком-то и не знаете, как показывает практика. Управление своей жизнью, либо мысли о своей жизни. Тем самым вы отдаете этому человеку саму свою жизнь. И вы становитесь просто потребителем. Сначала вы выбираете что-то хорошее, как вам кажется. А потом это хорошее меньше и меньше он начинает встречаться, и вы выбираете хорошее из плохого. А в конечном итоге остаетесь у такого корыта, где слиты все помои, потому что все хорошее съели те люди, которым вы доверяете. И, в общем-то, вы начинаете уже быть недовольными, что что-то плохое здесь у вас в этом корыте, какое-то пойло отравленное. Но, к сожалению, время уже упущено, силы уже ушли, жизни уже очень мало осталось. И вы переходите в состояние у того самого скота, который из этого пойла поет и пинает еще. Не хрюкай, не блей слишком громко. А если будешь хрюкать и блеить, то тебя, значит, отправят сам знаешь куда. Вот что происходит, когда человек превращает себя в человекообразное существо, доверяясь своей жизни, понятно кому. Поэтому хотите изменить мир, станьте сами человеком, то есть изменитесь в этом мире. Второе. Научите жить себя по-человечески, то есть мыслить правильно, как это сделать на наших семинарах, встречах, подробно я рассказываю. Подключитесь к родовой нити. Это единственная нить, которая вас никогда не обманет. Это ваш естественный поток, поток ваших знаний, ваших родовых знаний. И вы не ошибетесь, это не какой-то эгрегориальный, либо поток из локи. Это ваш родовой поток, где ваши предки, ваша вся мудрость находится. И когда вы станете настоящим человеком, то есть у вас включится царь в голове, и вы начнете управлять своим телом, управлять мыслями, которые приходят в это тело, то тогда мозг будет служить вам, и тогда вы будете делать правильные дела для себя, для своей семьи, для своих родов, общества и этого мира. Вот так все очень просто. Не хотите этому обучаться, хотите жить, как вам навязали, живите. Я не против абсолютно. Я никогда не возражаю против того, кто хочет или не хочет вакцинироваться, хочет или не хочет заниматься своими делами, хочет или не хочет жить по-человечески, общины и так далее, хочет или не хочет изучать свою культуру. Почему? Потому что естественный отбор в действии и искусственный отбор в действии. Кто помудрее, тот выживет. Кто помудрее, тот поймет, что к чему. И сделать необходимые выводы, и сделать необходимые действия. И в будущем миром будут править мудрые люди, а не твари, которые получили какие-то инструкции и разрушают этот мир Так что средства массовой информации, свои должны быть, свои школы, свое образование, свое управление, своя защита, казачество, например, и прочее, прочее, прочее Чтобы мы жили по-человечески, все в наших руках Перестаньте говорить, что от нас ничего не зависит Вот это самое-самое главное Включайте окна вертона уже не только по отношению к себе, который вам навязывает Но и сами создавайте эти самые окна, которые позволяют человеку развиваться Начинайте с малого и приходите к большому Но имейте всегда большую цель в этом вашем пространстве, видимую вам и доступно донесенную для других людей Да, цель известна, но маленькие шаги по этому пути, ведущему к этой цели Насим Алексей, разреши раскланяться, благодарю тебе, благодарю богам нашим, светлым предкам нашим, славным за эту безеду Благодарю Михаилу за то, что поднимаешь такие интересные темы Благодарю всех, кто пишет к нам на нашем сайте slavradio.org через форум обратной связи И всех, кто комментирует, разумно комментирует какие-то наши ролики И, естественно, тех, кто распространяет эти ролики Потому что без распространения даже самая ценная информация имеет нулевое значение и нулевой вес Самая великая мысль, не донесенная для людей, ничтожна Поэтому подключайтесь, распространяйте, участвуйте в жизни Живите, будучи человеками Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго До новых встреч, увидимся и услышимся Быть добру Чтобы быть в курсе событий Получать сообщения о начале живых эфиров И о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube Нужно нажать на кнопку «Подписаться» И обязательно нажать на знак колокольчик Понравившейся записью Вы можете поделиться с друзьями в соцсетях Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио Заходите на наш сайт Славрадио.орг И подписывайтесь на нашу рассылку Вместе сделаем мир лучше Быть добро Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...